Проект «Что-то будет» Название звучит одновременно и угрожающе, и несколько паникерски В этой рубрике мы собираемся рассказывать о явлениях поворотных Сегодня про Сергея Шнурова и группу «Ленинград», которые раскрутились до концертов во дворцах спорта Это точно поворот, из-за этого точно что-то будет Сергей Шнуров по прозвищу «Шнур» и его группа «Ленинград» выпускает четвертый диск под названием «Пираты 21 века» Вчера был первый концерт группы во дворце спорта в Питере, в юбилейном Впервые при нынешней тоопатии публики раскрутился до аншлаговой звезды Исполнитель без видеоклипов, без активной медиарадиоротации Музыка у «Ленинграда» неформатная, а слова ненормативные Мат в русской изящной словесности начался, как известно, с Ивана Баркова Потом Пушкин написал «Тень Баркова», продолжив традицию У нас весь выпуск работы с документами Вот машинопись огромной статьи знаменитого пушкиниста Севловского Доказавшего еще в 30-е годы авторство Пушкина Статья полностью не напечатана до сих пор А «Тень Баркова», «Густая пушкинская матерщина» Уже в наше время печаталась много раз И уж совсем на медне на этой неделе Михаил Швыткой, министр культуры на одноименном канале Уведомил телезрителей Без мата нет русского языка Но у Шнура и группы «Ленинград» и вообще у нынешней масс-культуры, строго говоря, не мат Так в голливудских фильмах английское слово из четырех букв чаще не непристойное обозначение полового акта А как пишут в словарях, эмоциональное усиление И у Шнура русское слово из трех букв чистая эмоция Голый восклицательный знак Вот такие новые песни придумала жизнь А публика подхватила, видать, только этого и ждала, чтобы подпевать во дворце спорта юбилейный Питерских во власти называют «Северный альянс» Сергей Шнуров – это, видимо, северный завоз С родины героев Алексей Пивоваров Совместный проект «Намедни» и журнала «Афиша» Что тут будет? Когда нет тень А не влюблен Такая сука Санкт-Петербург – площадь искусств А чего же еще? Ведь тут с одной стороны государственная филармония С другой стороны государственный русский музей Перед ним Пушкин, который наше все С третьей стороны Малый театр оперы и балета А с четвертой стороны Гранд-отель Европа На террасе которого помещаемый ныне в искусство Сергей Шнуров по прозвищу Шнур А я тут перед вами Кривляюсь и танцую Играю на гитаре Пою б***ну и х**ю А денег ведь нам платят Как кот наплакал Такой б***й шоу-бизнес Еб***й мазафака Стыда эти стихи, конечно, не ведают Но растут они не из ссора, даже не из водки Из счастливого ленинградского детства В родной советский переулок, до сих пор так называется Шнуров первый раз въезжает на Мерседесе Арендовали для съемок Шофера у Шнура нет, водить он не любит И купленный по случаю Жигуль гниет на какой-то стоянке Желтое здание справа – это сейчас главная школа России Здесь сам учился Ну вот, собственно, та школа, в которой учился Путин 281-я по тем временам Собственно, отличалась она тем, что она была восьмилетка И здесь учились не самые лучшие люди этого района Шнур учился напротив В 266-й Это была десятилетка И там был театральный класс при городском Тюзе В школьных постановках Шнуров обычно играл зверей Там тоже, конечно, и гопников хватало Но как-то народ был поинтеллигентней И все, собственно говоря, баталии между школами Происходили вот на этой горе, которая называется Собачья горка Это бывшее бомбоубежище С Володей Путиным Шнур, конечно, драться не мог Он лет на 20 моложе Но вообще дрался часто Кроме театрального класса Ходил еще в качалку Вот этот двор, где были самые побоища Бросали перчатку Ну, там, посыланием нахуй Или чем-то еще таким Об этом узнавала вся школа Если два там серьезных каких-то человека начинают драться Все знают, что сегодня после школы будет драка Ну, собирается такая толпа Кругом там, или не кругом Вот и вперед Шнур сменил три школы Была еще музыкальная по классу скрипки Вот так Сережа Шнуров выглядел Он вел в младших классах физкультуру И углубленно изучал французский Понимаешь, дело в том, что сейчас-то мы с тобой находимся не в Ленинграде Заметь, да? Это как бы Ленинград Это город-призрак, его уже нет Мы-то сейчас с тобой в Петербурге стоим, да? А я вырос в Ленинграде, а ничего не изменилось Представляешь, парадокс какой? Когда он переехал, не помню Наверное, был я бухой Мой адрес не дом и не улица Мой адрес сегодня такой В Ленинград В Ленинградском инженерно-строительном институте Сергей Шнуров проучился год Это все тот же Красноармейский район Первый состав Ленинграда, он весь отсюда Да, вот в этом подъезде жила, между прочим, еще такая великая женщина, Свобода Павловна Которая открыла клуб такой, клуб юности, назывался, где репетировал Гребенщиков, Виктор Цой Группа НЭП, объект насмешек, потом текила-джаз, потом опасные соседи и Ленинград Получение стипендии 60 рублей обмывали Когором, рубль 80 из гастронома «Стрела» и гастрономы Когор сохранились Вот, собственно, продают даже то же самое Видишь, даже бутылки до сих пор не научились обтирать Выпивали Когор на Канонерке, это минут 20 на берегу залива, или прямо здесь, в скверике Среди окрестных алкашей попадались таланты Могли, например, сыграть пинг-флойд на акустической гитаре На скамейки на эти садятся только таким образом, потому что другим образом никто здесь не сидит Штопора, как всегда, нет, но перочинный тоже сойдет Вот, собственно, так все и происходит Запойно по-черному не пил лирический герой Ленинграда, это все-таки не сам шнур Все-таки Ленинград, понимаешь, это же искусство Нельзя его так прям проецировать на личность Что я, допустим, там, ты слышишь песню и думаешь Ох, какой он еб... и алкаш И вроде бы все есть, и даже что поесть Но только когда напьюсь, мне снится Советский Союз Вот такая ху**а, вот такая ху**а, вот такая ху**а, вот такая ху**а Здесь же, в Красноармейском, Шнуров снимал свою первую квартиру Первый раз он женился в 20, уже бросив институт Это был какой? 80... это был 90-й год Случилось открытие такой штуки, как Анаша Которая, положим, там стоила бутылка водки 10 рублей А пакета Анаши 3 Причем самая главная точка была во всем городе Это вот кинотеатр-касмонавт, который вот там находится в Семенцах Все наши дружки торговали И обкурившись Анашой, мы шли вот в это кафе и ели румбабы Поработав еще реставратором деревянных изделий Он снова пошел учиться Три года в Духовной Академии при Александрнецкой лавре То бишь это и новейшая философия И средневековая эскаластика И русская философия И... Сними, пожалуйста, вот этого, смотри Это частник подрезал таксиста и назревает драка Не случилось, задор прошел, да и камеру увидели Вот, вот видите, у Духовной Академии И у Духовной Семинарии, и у Лавры Происходят вот такие вот разборки Вот это и есть Ленинград, вот это и есть парс жизни Что все на самом деле не так заточено и отшлифовано И это правда, и то правда Учась на богослова Шнур брал заказы на малых голландцев Он копировал Хальса и Брейгеля Немецкий посредник был в восторге Играть на гитаре Шнура научил двоюродный брат Поклонник Deep Purple В 98-м Шнуров ушел в Академику И занялся Ленинградом Для меня, собственно говоря, какой-то сложности Создать группу, там, знаешь, каким-то шагом Или этапом вообще никогда не было Я же понимал, что это, ну, те же самые там Друганы, но только с инструментами А уже группа Это единственный город, наверное, в истории мира Такой, и до сих пор вот эта вывеска висит Названный по Кликухе Собственно, Ленин это же кличка И все вот эти бандитские мотивы Они вот выражены в этом названии Все эти разговорчики, ну, как там дела? Вчера, мол, погода хорошая была А новый президент самбо обожает По телеку сказали, свет подорожает А я вот день рождения не буду справлять Все же... Алексей Пивоваров, Владимир Каптур и Максим Семеляк НТВ, журнал «Афиша» Это программа «Намедни» События, люди, явления на неделе В заключительной части нашего выпуска Субтитры создавал DimaTorzok